Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас распаковка Ивановского трикотажа. Вот такой вот мешочек из интернет-магазина Василек. Итак, поехали! Мешочки приходят вот так вот запакованы. Сейчас я распакую, чтобы в кадре не шуршать и продолжим. Дальше внутри еще вот такой вот пакетик. Сейчас я тоже из него все выложу. Ксюша слезно просит начать с игрушки. Вот такая вот игрушка. На сайте Василек есть игрушки классные. Есть такие антистресс и есть очень классные котики. Сейчас найду накладную. Эта игрушка антистресс называется Зайка моя. Стоит 188 рублей. Я на каждый продукт, если на момент выхода видео они будут в наличии, оставлю обязательно ссылку. Вот такая вот этикеточка. Получается подушка, игрушка. Очень милый зайка, которой крестюшки мне кажется тоже зайдет. Спереди такая ткань, как на всех, знаете, игрушках антистресс. Она такая тянущаяся. А сзади у нас с вами велюр. Очень мягенький. Очень мягенький, как бархат. Потрясающая этикеточка здесь есть, мы ее отрежем. Зайка моя, игрушка микро-розовый. Размеры 20 на 15. Штучки, к которым тянутся ручки. На этикетке написано. Прелесть просто. Вот такой вот зайка. У нас с вами внутри такой наполнитель, как шарики. Зайка моя. Держи, зайка моя. Нравится? Да. Поехали дальше. Еще покупка для Ксюши, для дома, скажем так. Это на матрасник, бамбук. Я уже брала в васильке топпер, на диван. Он к нам, он до сих пор отлично служит. Топпер изумительный. Односторонний, я по-моему, брала. Да, односторонний топпер. Он обалденный, девчонки. Вот бюджетный вариант матраса за тысячу с чем-то. То есть, если у вас повреждена кровать, поврежден матрас, где-то вылезла пружинка, или у вас диван, как у нас, очень жесткий. Я, в принципе, люблю спать на жестком. И вот этот топпер, он слегка смягчает и делает идеально. Вот так, как я люблю, прям на самом деле. За тысячу с чем-то, если нет возможности купить там какой-то хороший дорогой матрас, взять вот этот топпер или куда-то на дачу, или еще куда-то, это вообще идеально. На матрасник бамбук. Я в этот раз взяла, не стала брать топпер, мне захотелось именно вот на матрасник бамбук. Но это аналог топера. Он у нас с вами в размере 80 на 200. На Ксюшину кровать. Так, сейчас, микрофибра, чехол, наполнитель, бамбуковое волокно, термофиксированное. Термофиксированное. Сейчас посмотрим, что на себя представляет. Очень мягкий, я вижу. Вот топпер у меня, он пожестче. Он пожестче, ага, с резиночками также по краям. Резиночки, которые тянутся, которые мы с вами надеваем на матрас или на диван. Нет, не чтобы не скрипело, а чтобы было мягче. Он такой вот как одеяло больше, вот этот на матраснике. Если мой топпер, он чуть-чуть пожестче, он прям такое что-то среднее между матрасом-одеялом, то здесь как одеяло, он не такой жесткий, но тем не менее, это то, что я хотела. Он получается у нас длинный и узкий. Вот как раз мне на Ксюшину кровать. И с одной стороны он тоже односторонний. У нас резинки, которые двухсторонние, я так подозреваю, что там у нас с вами резинки и с одной, и с другой стороны. Ну что ж, классные. Мне в принципе нравится. Мне больше было и не надо. Поэтому здорово, отлично, я рада. Так, поехали дальше. Сейчас скажу по цене. Топпер. Топпер. На матрасник 686 рублей. Дальше у нас с вами наволочка. Мятные ламы 108 рублей. У нас у Ксюши есть такой комплект, да, постельного белья. Но наволочка к этому комплекту была размера другого. А нам нужно именно 50 на 70. Потому что у нас сейчас такая подушка, она маленькую уже не хочет, взяла большую, да. Вот. Это у нас с вами бязь, по-моему, если я не... Да, это бязь. Вот такой же у нас есть комплектик постельного белья. И теперь у Ксюши будет наволочка нужного размера. 108 рублей. Тебе понравились ламы? Мой сладкий, забирай. Забирай. Вот такая вот наволочка. И комплект белья, кстати, очень классный. Вот этот вот ламы мне нравится. После стирки вообще с цветом ничего не случается. В идеальном состоянии я вообще люблю бязь. Не люблю скользить по белью. И ребенку тоже беру бязь. Ну, в 99% случаев. Держи ламы. Держи, мой сладкий ламы. Так, дальше, дальше. Комплект постельного белья я себе собрала на сайте, девчонки. Мне захотелось вот именно собрать. Я взяла пододеяльник, потому что... Сейчас объясню, почему. Потому что в комплектах белья по стандартной цене идет обычная простынь. Я обычные простыни уже не люблю. Мне либо нужна на резинке, а в идеале трикотажная. Мне вот больше всего нравится на таких спать. Они не собираются трикотажные. Если простыли на резинке, даже хлопковая, я имею в виду бязь, поплит, они собираются все равно. Трикотажные практически не собираются, и не надо их с утра поправлять под 500 тысяч раз. Поэтому, да. Поэтому решила собрать. Если я делала... Зайки радуются. Я делала один раз заказ с индивидуальным пошивом постельного белья, и мне шили простынь на резинке в комплект. Но это выходит накладно, потому что мы платим за работу. Это все понятно. И плюс еще за материал и так далее. Поэтому я решила, что гораздо бюджетнее будет собрать комплект. Я взяла вот такой вот пододеяльник. Так, весна, стопроцентный хлопок, поплин. Я не очень сильно люблю поплин. Ну, хотя поплин нормально. Нет, вот сатина, это уже совсем не моя история. В размере евро 2 я всегда беру. Это 215 на 240 сантиметров. У меня такое одеяло. Пододеяльник взяла... Почему поплин? Почему именно этот? Потому что здесь, девчонки, рисунок на нем, который светится в темноте. Это очень интересно. Мы с вами обязательно протестируем и посмотрим, действительно ли это так. Я постираю все постельное бюджет, застелю и мы с вами проверим. Это очень похоже. Пододеяльник, в общем, у нас с вами из отдельной серии. Будешь с нами лежать на светящемся пододеяльнике, не волнуйся. И спать. И спать. Так. Ой, красивые какие одуванчики. Вот такие вот одуванчики с одной стороны, а с другой стороны белые. И здесь одуванчики уже черненькие и серенькие. Вот. А с этой стороны такое. Кстати, очень приятный комплектик. Поплин, да, поплин я еще люблю. И надпись здесь у нас. Ой, он большой. Я вам его даже не покажу при всем желании. И вот такая надпись. Что у нас там, девчонки, написано? Что у нас там написано? В общем, темно-синий комплект. Захотелось у меня. У меня все в основном светлые. Так. Дэн-дэнс. Может быть, это и переводится, как одуванчик. И какая-то фраза. Вот такой вот пододеяльник. А на внутренней стороне у нас просто одуванчики без фраз, без всего. Вот такая красота. Вообще, посмотрим с вами, как он светится в темноте. Очень интересно. По-моему, это светящий свет в темноте. Вот сейчас у меня дилемма. Потому что я помню, я выбирала из нескольких. Пододеяльник, по-моему, светится. Что, здесь нет? А здесь нет у нас. Так, ручная машинная стирка при температуре 30 градусов. Цветное изделие выглаживаю. Например, здесь на этикетке почему-то нет. Ничего. Дуновение он называется. Евро 2. Так, и стоил пододеяльник 1304 рубля. Здесь у нас есть тип 1 и тип 2. У меня тип 1 плюс тип 2. Вот так вот. Потому что расцветки в зависимости от типа постельного белья меняются. Смотрите, обращайте на это внимание тоже на сайте. Так, что взяла я к этому пододеяльнику? Я взяла вот такую трикотажную простынь. Тоже темно-синюю. Но уже со звездочками. Это 100% хлопок трикотаж. В размере я беру простынь всегда 180 на 200 на 20. Вот такая. На резинке трикотажная. И такие же взяла наволочки. Так, где же мы с вами открываемся? Нашла. Ой, какой обалденный цвет. Темно-синя. Нет, простынь не светится. Наверное. Но в сайте вроде не светилась. Трогу светится. Вот так все прострочено. Смотрите, как хорошо обработано. Все замечательно. Люблю так запах своего белья. Вот такая вот простынь, собственно говоря. Красота. Красота. И такие же наволочки я взяла. Четыре штучки. Так как у меня четыре подушки. Две в размере 50 на 50. Две в размере 50 на 70. Вот они. Две маленькие. Две большие. И они тоже трикотажные. И тоже на молнии. Вот я это так люблю сейчас. Это так удобно. Подушка из наволочки не вылезает. Все прекрасно. Так. Так наволочки. Трикотажные 70 на 70. А они одинаково стоят. И 50 на 70. Называются звездное синее небо. И стоит 1 260 рублей. Сейчас мы с вами одну откроем и посмотрим. То же самое, в принципе, как и простынь. Вот она у нас с вами 50 на 70 наволочка. На молнии. На беленькой молнии. Все отлично. Подушечки никуда не вылезают. На трикотаж очень классный трикотаж. 100% хлопок. Трикотаж. Девчонки изумительные. На ощупь вообще. Звездочки все набивные. Но они никак не помешают спать. И не будут ощущаться абсолютно никак. Вот такая красота. Вот такой комплектик я себе собрала. Так. И поехали дальше. Следующий комплект. Это костюм женский. Это относительная новинка в любимом басильке. Называется Sapphire tie-dye. Взяла в размере 58. Люблю в этом размере. Люблю свободно. Состав 80% хлопок. 20% полиэстер. Футер двух ниток. Это тепленький костюмчик. При 30 градусах. Смотрю, тоже можно стирать. Ручная, причем стирка. Так. Открываем. Костюмчик у нас с вами стоил. Так. Костюм 1492 рубля. Я считаю, это отличная цена для теплого костюма. Сейчас носить подкуртку с кроссовками. Вот прям сегодня в нем я, наверное, и пойду, девчонки. Он не сильно теплый, скажем так. Ну вот сейчас на погоду видно, что футер двух нитка. Это капюшончик я вам показываю. Смотрите, какая этикеточка у Василька. Модная, красивая, гламурная. И вот такая еще вирочка. Василек. Это теперь у нас с вами крутой бренд. Так. И вот такая толстовка. Внизу у нас с вами резинка. И на рукавах тоже резинка. Этот костюм такими разводами есть в разных расцветах. Кто же такой костюм хочет? Я надеюсь, Василек и детский. Но это не резинка. Это просто та же самая ткань. Она с лайкры тянется. Это не конкретно резинка. И белые шнурочки. Так. И штанишки. Вот такие штанишки. Резинка прошита, что очень ценно. Видите? Прошита. И белая веревочка тоже. Карманчики. И резинка внизу. Вот она резиночка вот так сделана внизу. Очень красивый костюмчик. Мне прям понравился. Такой стильненький. Сейчас померяем. Тюма обалдет. Дочь даже сказала, да я тебя обниму. Я тоже такой хочу. Хоть обниму, говорит. Так, капюшончик как выглядит. Классный, красивый капюшон. Так. И кофточка длинная. Ой, девочки. Так, в кофточке кармашков нету. Есть только в штанишках. Сейчас кофточку вам покажу. Даже рукав мне длинноват. Смотрите. Прям хорошо. То есть не длинноват, а хорошо. Вообще здорово. Ой, красота-то какая. Правда классная расцветка. Мне очень нравится. Мне кажется, она даже стройная, да? Вот эта расцветка. Прям вообще. Так, смотрите, какая длинная кофточка свободненькая. То есть она скрывает попу практически. Вот она где заканчивается, да? И вот они штанишки. Тоже свободненько. Все хорошо. Все замечательно. Ну как? Мне кажется, прям костюм вообще обалденный. Очень стройный. Вот прям реально. Здорово. Рост у меня, девчонки. Сейчас я вам скажу свои параметры, чтобы вы ориентировались. Смотрите, штанишки, они прям мне хорошо. Как раз. И то я их натянула, в принципе, высоко. Такой вот костюмчик. Слушайте, обалденный вообще. Обалденный. Я безумно рада костюмам. Он шикарен. Просто шикарен. Можно колготки пододевать, если холодно. И ходить, когда еще чуть-чуть похолодает. Один в капюшончике. Капюшончик. Мне нравится, когда я в капюшончике. Хорошо, давай в капюшончике буду вещать. Так, мои хорошие. Мои параметры. Рост метр шестьдесят девять. Обхват бедер сто одиннадцать, сто двенадцать где-то сейчас. Талия девяносто девяносто два. И грудь сто одиннадцать. Вот так где-то. Вот мои параметры. Чтобы вы ориентировались по размерам. Можно было заказать и в пятьдесят четвертом этот костюм. Но уже не было бы вот этой вот свободности, которую я люблю. Да, мне нравится. Мне кажется, такие вещи, они должны быть всегда оверсайз. Домашние вещи, костюмы спортивные в обливку. Это некрасиво, скажем так. Ни на какой фигуре. Вот. Параметры вам свои сказала. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой вот обзорчик. Вот такой заказ у меня был в этот раз. Я безумно всем довольна. Буду скорее стирать постельное белье. Где-то там вам наверняка уже сделала вставочку. И вам покажем. Светится, не светится. Надо посмотреть. А то я выбирала, выбирала под одеяльники. А что выбрала в итоге? В общем, ох, как я довольна. Класс. Все ссылки оставлю под видео. Проходите. И ссылку на инстаграм Василек тоже. У них там в первую очередь выходят новинки. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Пока-пока.